Чтобы исключить возможность задержания журналистов на массовых акциях протеста, нужно заранее сформировать пол работающих на митингах корреспондентов и выделить для них компактное место на акции. Об этом заявил замглавы Росгвардии Олег Плохой на заседании Комитета Госдумы по обеспечению безопасности журналистов в ходе массовых мероприятий. Только так, считает Плохой, ОМОН будет понимать, что это группа журналистов и не станет ее трогать. Мы не были бы против такого, не знаю, насколько это применимо, заметил замглавы Росгвардии, добавив, что ведомство также заинтересовано в том, чтобы пул журналистов каким-либо образом определялся чуть раньше начала митинга. Тогда Росгвардия, продолжил Плохой, сможет выделять для такой работы своих представителей пресс-служб, которых бы знали. И, может быть, лишние люди у нас не будут туда попадать, заметил замглавы ведомства. Пул работающих на акциях корреспондентов, согласно его инициативе, должны определять координаторы со стороны правоохранительных органов и журналистского сообщества. Инициативу Плохого уже частично поддержал депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Александр Хинштейн. На митингах и акциях протеста, считает он, надо определить какой-то периметр, ближе которого журналист не должен приближаться к сотруднику правоохраны. Подобная мера, считает парламентарий, с одной стороны гарантирует корреспонденту абсолютную безопасность, а с другой стороны не будет создавать никакой провокативной ситуации. Когда журналисты практически висят на руках у сотрудников спецполков, у МВД или ОМОНовцев, то, конечно, это ни в какие ворота не лезет, возмутился Хинштейн. Помимо этого, на заседании Нижней палаты парламента замглавы Росгвардии договорился с деканом факультета журналистики МГУ Еленой Вартановой о том, что ведомство проведет для будущих журналистов тренинги по поводу того, как вести себя на акциях протеста. В будущем, заметил Хинштейн, такой опыт могут распространить и на факультеты журналистики других вузов. Также в начале марта МВД, Росгвардия, Союз журналистов России и Роскомнадзор совместно выработали единые требования к корреспондентам, которые освещают массовые акции. Журналист, присутствующий на публичном мероприятии, должен иметь ясно видимый отличительный знак представителя СМИ, установленный настоящим приказом. Отличительный знак представляет собой надпись пресса, размещенная на бейджи и специальном жилете, говорится в проекте приказа. Из проекта следует, что кроме бейджа и жилета, журналисту все равно будет нужно иметь при себе редакционные документы. Спецжилет журналиста представляет собой специальную сигнальную одежду повышенной видимости, предназначенную для обеспечения видимости журналиста в дневное и ночное время. неонового зеленого цвета, а надпись пресса должна быть нанесена черным цветом на прямоугольную белую световозвращающую полосу с кантом черного цвета, размещаться на спине и на груди спецжилета и занимать не менее 80% полосы. Продолжение следует...